Давно канули в лету времена, когда пресса была только средством донесения информации. Сегодня это полноценное оружие, причем, как я уже раньше говорил, массового поражения. Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторию умело манипулируют, намеренно уводя действительно важных проблем. Это и другая информационная отрава сродни химическому оружию. То ли еще будет, нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто трудно будет опровергаться, по крайней мере, в коротком промежутке времени. Это неправда, это ложь, выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием. Поэтому информационное противоборство сейчас играет особую роль. Конкуренция на информационном поле жесточайшая. Беларусь со всех сторон пронизана различными медийными потоками, многие из них откровенно деструктивны. И надо сказать, что Беларусь находится в самом сложном в этом плане отношении. И не надо нас, допустим, сравнивать с такими государствами, вроде бы, как мы, Швейцария, Австрия и так далее. Абсолютно нельзя, потому что эти государства существуют в составе мощного, огромного Европейского Союза. И они всегда опираются на своих союзников и, по крайней мере, в спину им не стреляют. Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли. И в этом плане Беларусь простреливается со всех сторон. Да и в крупных зарубежных СМИ, в отношении, как я уже только что сказал, нашей страны часто появляются инсинуации, а порой и вовсе заведомая ложь и клевета. Абсолютно.